Всем привет, дорогие друзья! Это Сова. У нас Voxel Tycoon Pre-Alpha. Короче, это мода разработчиков делать игры, на них делать альфы, а на альфы делать пре-альфы. Она, конечно, мне кажется, не доведет игровую индустрию ни до чего хорошего. Ну да ладно, не будем о этом. В общем, не знаю, что за игра, я в неё не играл никогда в жизни, но говорят хорошие, говорят хорошие. Правда, вот, смотря на это, нам что-то очень сильно напоминает Майнкрафт, хотя, вроде как, это должна быть стратегия. Стратегия про перевозку грузов, либо экономический какой-то симулятор автоматизации. Короче, всё, как мы любим. В общем, есть только один способ выяснить, это начать новую игру. Так, название компании Yahoo, нет, будет у нас компания Coffee Oval. Так, О, В, Л, У. Так, отлично. Цвет компании. Хочу красненький, есть красненький? Какой-то гламурненький слишком. О, отлично, то, что надо. Так, зерно мира. Люся C9X, отлично, мне нравится. Исследования обычные, есть какие необычные? А, всё завершено, но это, видимо, фигня. Если всё завершено, повезда могут разворачиваться, включить... А, выключить для более реалистичного поведения. Для более реалистичного поведения поездов. А, нужно нам более реалистичного? Да, конечно, нужно. Так, выключаем. Ладно, сейчас делаем себе максимальную сложность. Мы никогда не играли, но мы не ссым. Так, ладно, чё, начинаем игру. Спасибо. 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 Так, мы загрузились. Добро пожаловать в регион Чкаловск. Отличный мир для начала нового бизнеса. Самое время приступить к добыче на одном из месторождений, приобрести транспорт и организовать снабжение города необходимыми ресурсами. Зашибись, мне нравится. Как только вы освоитесь, можно будет переходить к производству более сложных товаров, исследованию технологий и расширению компаний на новой территории. Ура! Так, площадь 4 миллиона квадратных метров. Есть ресурсы у нас, деревяхи, уголёчек и... Что это такое? Ну, железо, видимо. Да? Да, железная руда. Так, климат здесь умеренный. Здесь есть предприятия, которые хотят дерево, хотят железо и, судя по всему, очень хотят угля. В Шахтёрске хотят уголь. Иронично, иронично. Так, ладно, хорошо. Что тут надо делать, во-первых? Так, это у нас есть местные... Местные территории. Что-то вообще есть. Так, что мы можем делать? Мы можем делать промышленность, автомобильные дороги, железнодорожные, конвейеры, электричество, терраформинг и можно всё сносить. Так, терраформинг. Интересно, что это делать? Так, копать, насыпать. А, блин, это денег стоит, причём ещё до хрена. Нет, всё-всё-всё, я передумал. Так, простите, у меня всё 30 лямов. Я боюсь, что терраформинг мне боком выйдет. Так, как здесь... Ага, это трёхмерная штука. Угу. Так, можем вращать камеру. Так, ну а где тут чё? Так, вот есть уголь и вот два потребителя угля. Логично было бы, собственно, с угля и начать. Так, как его добыть? Промышленность. Так, добыча. Угольная шахта. Два мульта стоят. Так, мне нужно будет две угольных шахты в перспективе, или я одной обойдусь? Так, ну, допустим, предположим, что мне... Так, а как вращать? О, R. А нужно её вообще вращать? Тут какие-то конвейеры надо будет прокладывать сюда или нет? Пока ничего не понятно. Ладно. Так, давайте-то построим здесь, допустим, одну угольную шахту. И, короче, она просто работает без электричества. Вот это поворот. И без людей. Ну, интересно. Ладно, хорошо. То есть, ничего не нужно. Так, что теперь надо делать с ней? Так, есть добыча. Так, есть склады, есть производство. Так, склады. Логично, что мне нужен склад. Так, коннектор. Было бы, конечно, недурственно написать, что вообще для чего нужно. Чтоб я вот так вот не тупил. Ладно, допустим, я построю склад. Так. Слушайте, походу в складе нет никаких входных дырок. То есть, судя по вот этому, склад что, автоматически что ли обслуживает? Всё, что до чего дотянется? Как это работает, я не понимаю. Так, ладно. Тут у нас... Тут у нас такая территория. Так, чтобы нам как бы прокладывать ровную дорогу. Я предполагаю всё. Если вы думаете, что я как бы точно знаю, что я делаю, я понятия не имею. Так, ну давайте вот здесь вот рядом с этой штукой попробуем построить склад. Вот здесь вот в уголке. Итак, что мы должны выбрать, что складировать, да? Так, складировать будем уголь. Так, и что? 29, 30 из 58. А здесь как бы ноль. Ну, одно из двух. Либо на склад он начнёт поступать, когда здесь будет 58 из 58. Либо всё-таки нужен какой-то конвейер. Так, что с конвейерами вообще? Здесь нельзя строить. Так, здесь строить нельзя. Нельзя. Так, здесь вообще что-нибудь. Вот единственная дырка, которая как бы... Ну, походу, нет. А, ну здесь как бы нельзя строить, но... Оно не этот самый. Не подсоединяется. Так, ладно. А на шахте? Там ещё какой-то коннектор был. Так, на шахте строить тоже нельзя. Так, на шахте тоже строить нельзя. Построить мост Б, построить тоннель Т. Так, ладно. Сейчас мы проверим. У нас 49 из 58. Сейчас, я хочу посмотреть вообще, будет это работать или нет. Перед тем, как что-то дальше делать. А то, может быть, у меня со складами будет проблемка какая-то. Это очень необычное решение. Обычно во всех таких играх просто надо подцепить куда-то конвейерную ленту и как бы всё заработает. Если он сейчас начнёт заполняться сам, это будет просто вот это поворот. Так. И... Так. Ну, допустим. А зачем тогда конвейерная лента? Хорошо, ладно. В принципе, меня устраивает. Так. Окей. Теперь мне надо этот уголь перевести вот сюда и вот сюда. Так. Во-первых, наверное, было бы логично сначала эти два города между собой соединить. А потом вот здесь вот где-то подцепнить ещё одну дорогу. Так. Как здесь прокладывать дороги? Так. Терминалы гаража. Ладно. Дороги для начала. Так. Вот здесь вот прям явно примагничивается. Короче, значит, конвейерные ленты, наверное, будут на что-то другого нужны потом. Так. Ну, допустим, мы здесь сделаем... А он снесёт деревья? Нет? Да. Деревь он снесёт. Так. Ну, типа того и потом типа вот так. Угу. А сюда мы, соответственно, проложим. Так. Что у нас тут есть? У нас есть терминалы и гаражи. Ну, терминалы, видимо, где они будут загружаться. Так. Терминал всего один. Это единственная грузовая станция. И работа она, судя по всему, по тому же принципу. Ага. То есть к терминалу тоже ничего подводить не надо. А тут, в принципе, и дырок в терминале нет. Может быть, к железнодорожному надо будет подводить? Ну, допустим, в принципе, меня устраивает. Хорошо. Вот я построил здесь... Ну, ещё не построил, но сейчас построю. Так. Построю здесь терминал. Ммм... Допустим, вот такой. Тольятти западная. А можно как тебе? О, можно. Так. Это у нас будет... Эээ... Угольный... Так. Угольный... Разрез. Так. Угольный разрез. Угольный разрез. Которым уже у нас там стабильно всё добывается. Теперь надо этот угольный разрез зацепить на... Вот сюда. Нет. Что-то я какую-то очень хитрую штуку сделал. Мне кажется, дорого будет. Слушайте, почти миллион рублей. Ну, нахрен. Бюджетные деньги я не будем, короче, тратить на всякую хрень. Или будем. А почему я здесь не могу подключить? Короче... Так. Ну, ладно. Допустим, здесь подключим меня устроит. Эээ... Подключим ли? Я её подключил? Такое ощущение, что я её не подключил. Вот. Вот так вроде подключил. Выглядит логично. Так. Теперь мне надо что-то туда запустить. Для этого мне нужно что? Так. Для этого мне, очевидно, нужен гараж. Его здесь надо делать или где? Здесь нельзя строить. Так. Гараж, судя по всему... Он не имеет никакой зоны покрытия. Так что гараж можно построить где угодно. Ладно. Давайте построим гараж вот здесь вот рядом с городом тогда. Ладно. Так. А что здесь заправки какие-то есть? Нет. Походу ничего здесь нет. Так. Ладно. Предположим. Так. Ставим здесь гараж. Ставим здесь гараж. Так. Что тут можно в нём сделать? Нет транспортных средств. Логично. Это что такое? Копировать, видимо, настройки что ли? Так. Купим. Так. У нас есть ГАЗ-3А, ГАЗ-2А и ещё один ГАЗ-2А. А, ну это один и тот же машин, только с разными этими. Так. И они, очевидно, перевозят разный тип ресурсов. Так. Дерево, доски, деревянные балки, бетонные перевозят. Так. Это там не надо. Нам нужно, значит, вот этот ГАЗ-3А. Так. Он нас возит уголь, железо, медь, песок. Грай. Отлично. Уголь возит. Так. То, что надо. Так. Уголь. А. То есть я при покупке автомобиля сразу должен выбирать, что он возить будет? Интересные дела. Ну, допустим. Хорошо. Так. Что это значит? Выбран снять выделение. Так. Что тут можно удалить, заменить? Ладно. Допустим, вот у нас угольный автомобиль. Так. Давайте его приобретём. Так. Он у нас пока не активен. Так. Выпустить всё, продать всё. Хорошо. Ммм. Так. Это состав. Что он возит? Так. Это статистика. Так. Нам надо задать маршрут. Так. Ну-ка. Разгрузка. Разгрузка. Я могу здесь просто прямо в магазине разгрузиться? Нет. Не могу. Так. Значит. Перед тем, как задавать нам маршрут, нам нужно будет жахнуть ещё терминал, получается. То есть нам надо будет ещё одну грузовую... А, всё. Я понял примерно, как это работает. Хорошо. Так. Давайте тогда забахаем сюда терминал. Так. Подключим его... Так. Где дороги-то? Так. Автомобильные дороги. Вот. Надо какие-то хот-кей выучить. Так. И... Типа вот так вот я его подцепляю. Ага. Так. Хорошо. Шахтёрка восточная. Теперь мне нужен ещё один терминал. Вот здесь. Здесь тоже ребята очень сильно хотят угля. Так. И здесь я могу прямо сразу к дороге зацепить. Так. Отлично. Сырозападная. У нас, короче, Шахтёрская Тольятти находится рядом. Так. Теперь. Допустим, одна машина может возить сразу по нескольким точкам. Так. Загрузка, разгрузка, транзит. Так. Нам надо загрузиться. А какая там ещё была загрузка? Так, стоять. Полная загрузка. Надо полностью загрузиться на угольном разрезе. Да? Да. Загружаться я могу только в терминале. Хорошо. Хорошо. Потом дальше, короче, нам нужно... В принципе, не будем никаких транзитов городить. Мы просто две машины поставим пока. Значит. А ты будешь разгружаться у нас вот здесь. И мы сейчас купим ещё один автомобиль. Такой же газик. Так. Тоже будет уголь возить. Тоже за такие же деньги. Но автомобиль номер два будет у нас, короче... Так. Полностью загружаться вот здесь. И... Разгружаться... Может быть, полностью разгружаться? Короче, разгружаться вот здесь. Так. Выпустить всех. О! О! Поехали, радости мои. Угу. Так. Вронь, вронь, вронь. Так. Поехали. Хорошо. Я так понимаю, что одновременно они загружаться не смогут. Так. А тут как-нибудь следовать. Отлично. То, что надо. Будем смотреть на нашу первой машинкой. Так. Угу. Так. Нам насыпали угля. Угу. Модель коллизий. Тут очень хорошо проработано. Как не сложно заметить. Ну, в общем, игра не про это, ладно. Да. И повороты. Здесь непонятно, зачем тогда такие делать, если машины все равно не вписываются. Ну, опять же, да. Игра не про это. Тем более, это ранний, преранний доступ, раннего доступа альфа-версии, описанная специально для разработчиков для тестирования. Поэтому это не то, что вы подумали. Так. Сколько он до 50 может разгоняться? Вот это поворот. Так. Кстати, в принципе, графика милая. Ну, такая нераздражающая, прикольная. У нас, кстати, 15 миллионов осталось. Мы вообще в дерьме. Сколько денег? 73 тысячи рублей всего? Так. А сколько ж мне таких автомобилей тогда надо? Так. Я что-то смотрю в каком-то я адском минусе. Так. Так. Молодым. Стоп. Так. Я в адском минусе. Тут есть какая-то статистика. Так. Торговля. Торговля приносит мне покупка транспортных средств. Да. Это то, что у меня было. Обслуживание. Так. Ну, обслуживание транспортных средств, в принципе... Содержание зданий. 44 тысячи. Так. Раз у меня за содержание зданий я требую... Так. А сколько у нас вообще не перевозят? Перевозят они мы. Говорит. Одна шахта может обслуживать, я так понимаю, автомобили. Хренову гору. Так. Насколько гараж может содержать автомобили? Вот в чем вопрос. Так. А могу я сразу несколько купить автомобиль 3? Видимо, не могу. Так. Давайте. Ладно. Автомобиль 3. Купим себе автомобиль 4. Блин. А сколько у меня еще денег хватает? Ладно. Давайте. Автомобиль 5 и автомобиль 6. Начнем пока с угля. Так. Автомобиль 5. И автомобиль 6. Так. Как будем скопировать, перенастроить? Что перенастроить здесь можно? А. Понятно. Прекратить перенастройку. Да. Так. Копировать вот с этого вот сюда, да? Или что надо? Или как теперь это сделать? А. Копировать автомобиль можно. Понятно. Все. Я понял. Только я еще денег тогда заплатил. Получается зря. Ладно. Давайте тогда уж на все прям гулять так гулять. Короче за полторашку купим еще один. Так. Теперь надо их куда-нибудь запустить. Так. Теперь их надо куда-нибудь запустить. Вот копировать маршруты было бы очень классно. А нельзя копировать маршруты? Так. Создать новые маршруты с текущего расписания. Новые маршруты с текущего расписания. Так. Давайте создадим. Ага. Так. Уголь. Шахтерск Северо-Восточный. Так. Прекрасно. Так. А у тебя у нас будет где-то там. У тебя соответственно уголь в Тольятти. Так. Прекрасно. Это хорошо. Значит по идее мы можем быстро взять и назначить новый маршрут. Вот так вот. Угу. Так. Отлично. Хорошо. Второму автомобилю мы тогда назначаем то же самое. Так. Третьему автомобилю мы назначаем то же самое. Так. Шестому автомобилю мы тогда назначаем получается второй маршрут. Так. Закрывайся. Так. Тебе мы тоже назначаем вот этот маршрут. И тебе мы тоже назначаем второй маршрут. Так. Теперь у меня будут возиться... Так. Выпускаем все. Интересно. Сколько их помещается в гараже? Он же не бесконечный. Как, Лен, в этом гараже может поместиться такое количество транспорта? Ну ладно. В принципе это вопрос риторически не... О! Мы вышли в плюс, ребята. Смотрите. Так. Мы вышли в плюс по итогам месяца. Мы красавцы вообще. Только у меня теперь нет денег для того, чтобы еще что-то сделать. И надо может быть еще на поезда посмотреть. А то грузовики это конечно классно. Так. Здесь побыстрее можно сделать? Так. Можно сделать побыстрее. Отлично. В принципе мы в плюсе, поэтому я не думаю, что что-то может случиться с этим. Угу. Так. Хорошо. Грузовички вроде как у нас ездят. Успевает наполняться интересно? Нет? 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103. Интересно, нужна ли мне вторая шахта? Так. Что-то так походу все так выглядит, как будто нужно. 90, а осталось 88. Да, вторая шахта мне нужна. Так. Давайте тогда обеспечим хотя бы вот эту ерунду. Так. Добыча. Еще одну угольную шахту хочу. Я же правильно понимаю, что она вторая шахта, тоже будет прекрасно это все дело обслуживать? Сейчас мы проверим. Может быть не будет? Так. Давайте куда-нибудь ее вот сюда воткнем. Вроде как надо все дотягиваться. Так. Здесь тоже пошла жара. Ага. Вторая шахта... Вторая шахта как-то непонятно работает. Ну, наверное, тоже дополнится до 58, потом начнет загонять сюда. Так. Окей. Хорошо. Нас, в принципе, это устроит. Так. Теперь у нас пошла жара и нам нужно обеспечить тогда... Что нам надо еще чем обеспечить? Где-то вообще города. Так. Здесь у нас есть песок. Так. Здесь у нас есть деревяхи. Здесь у нас есть железная руда. А где города, которым это все надо? О! Дубна. У нас тут, кстати, недалеко находится. Так. Дубна хочет досок. А доски я так понимаю, что сам я делать не могу. Так. А Чикаловск хочет как раз у нас... Ага. Так. Ну, логичнее было бы начать возить в Чикаловск древесинку. И в Чикаловск возить, соответственно, железку. Ну, я так понимаю, что туда уже это имеет смысл делать все-таки железными дорогами. Так. Давайте посмотрим теперь, как работают железные дороги в таком случае. Так. Во-первых, нам нужен... Так. Железные дороги. Нет. Во-первых, промышленность. Так. Нам нужно производ... Нет. Не производство. Так. Надо исследовать новые технологии. Отлично. Хорошо. Нам нужно поставить лесопилку. Так. Ставим лесопилку. Допустим, где-то вот здесь вот, на краю. Так. Ставим лесопилку. Так. Она работает по такому же принципу. Хорошо. Ставим тогда склад для лесопилки. Что такое коннектор еще? Непонятно. Так. Ставим склад для лесопилки. Ну, например... Ну, здесь вот, чтобы он на все лесопилки распространялся, если что. Так. Склад у нас... Да. Никто в склад у нас не ходит. Поэтому поставить его можно как угодно. Ну, допустим, поставим так. И будем хранить здесь... Чем-то будем хранить? Дерево. Дерево. Так. Ну, здесь будет такая же история. Это все понятно. Так. Теперь прокладка рельс станции Депо. Ну, такая же фигня, я так понимаю. А если я, ну так, чисто гипотетически захочу, допустим, взять и туда... Где он находится-то, господи? Так. Где-то я его видел там. Вот. И сюда. И сюда, например, загнать... Так. Здесь нельзя строить, во-первых. Во-вторых. В принципе, кстати говоря, я, в общем-то, справлюсь. Но делать мы этого не будем, естественно. Нам все-таки железные дороги тоже нужны. Так. Ставим терминал. Так. Грузовая станция. Подожди. Стоп. Это не то. Ставим вот такой терминал. Так. Станция. Так. Станция. Станция. Станция у нас... Как она должна стоять-то? Блин. Здесь, кстати, будет геморрой, но немножко. Так. Станцию тогда поставим. Так. Надо, чтобы станция до всего дотягивалась, но при этом... Блин, особо не мешала. Ну, вроде вот так дотягивается, и вроде как покрытие тоже нормальное. Так. Хорошо. Тольятти юго-западное. Так. Он здесь будет же загружаться, правильно? Так. Станция. Депо. Ну, депо, как бы там должны быть поезда. Так. И мы там что-то ставили какую-то штуку, что типа поезда у нас не могут разворачиваться. То есть им кольцо нужно будет. Вроде бы. Так. Давайте теперь попробуем... Не люблю эту железнодорожную тему. Давайте попробуем сделать здесь кольцо. Сейчас. Ну, в принципе, здесь еще более-менее по-божески получается все. Так. Как бы так сделать, чтобы я не прокладывал безумно дорогие вот эти высотные штуки. Так. Типа того, наверное. Блин. Железнодорогное полотно очень дорогое. Так. Надо присобачить попробовать. Вот. Присобачили. Так. Здесь у нас есть колечко. Колечко, при котором, соответственно, по идее поезда у нас могут разворачиваться. Так. Теперь надо поставить здесь... Да. Ну, где-то здесь, наверное. Мы сейчас будем ставить его. Поставить здесь что? Депо. Так. Поставим здесь депо. Так. Развернем его сюда. И присобачиваем его сюда. Так. Соответственно, здесь нам надо будет купить... О-о-о. Так. Здесь нам надо будет купить всякого. Здесь нам надо будет всякого купить. Так. И каждый вагон в отдельности. Угу. Каждый вагон в отдельности. То есть я могу заехать, соответственно, забрать железные руды. Потом заехать, забрать вот этого. И потом со всем этим одном поезде куда-то там попилить. Примерно такая, наверное, там история. Так. Давайте тогда потихонечку сначала прокладывать рельсы. Да куда? Да вот туда, блин, далеко не находится Может быть, все-таки транспортом было бы и проще И быстрее, и дешевле Я даже не знаю уже теперь Уже теперь не уверен Так Нужно ли мне Сейчас, я просто не понимаю Нужно ли мне делать что-то типа того Я на всякий случай сделаю Чтобы потом мне было мучительно больно Слушайте, рельсы, блин, прокладывать тоже Очень дешевое удовольствие Очень дешевое Блин, дорогами реально было бы проще Что-то я, наверное, зря порез В рельсовую систему Так, может быть, пока не поздно Все-таки дороги сделать Хотя, блин, машинам туда ехать, конечно Хрен знает куда Ну так вот, пообъективно, если Блин, да и дороги по такой местности тоже лям стоит Не, ладно, все-таки будем прокладывать железки Но по мере, соответственно, набирания денежек На принципе, мы можем поставить еще побыстрее скорость Я так понимаю, что здесь вообще по барабану какая скорость стоит Ну то есть, правда, если ты убыточный, конечно, не по барабану, наверное Вот, например, как мы сейчас Нет, мы все-таки вышли в плюс Но небольшой Так, текущий займ У меня еще займ есть Или нету? Текущий займ 30 миллионов Так, выплатить надо Хорошо Что-то у нас вообще есть Содержание зданий То есть, поезд все-таки должен работать Так, обслуживание транспортных средств Так, здесь у меня вообще нормально все? Так, здесь у меня нормально все Машинки ездят В принципе, может быть, еще машинку тогда запилить Так, низкий спрос Это я их завалил, походу Ага, низкий спрос Так, слишком Слишком много, когда привозишь Короче, это тоже плохо, судя по всему Пам-парам-пам-пам Так, требуемо население Размер предприятия А, подождите, это все прокачивается еще, что ли? Само? Вон оно что То есть, короче, все эти населенные пункты Могут становиться еще и больше, судя по всему Так, а если я захотел бы, например Где у нас лаборатория? Блин, ну перед тем, как я сделал лабораторию Надо, чтобы у меня стабильно работали Хотя бы вот текущие вещи Так, ладно, погнали тогда прокладывать дальше дорогу Надо, чтобы у меня заработали Есть нужные мне терминалы То есть, сначала надо проложить дорогу Спрос падает Предприятие испытывает проблемы с поставками Чкаус теперь требует Какой Чкаус теперь требует дерево? Так, Чкаус теперь что-то там требует Ладно Просто падает, это печально Это значит, что мы скоро будем в жопе Поэтому нам надо запускать Но уже сейчас по-быстренькому Такие вот вещи Так Куда мы-то поедем-то Чтоб по горам особо по долам не проезжать Не строить слишком много железнодорожных мостов Которые по-любому дорогие По определению Надо как-то максимум использовать местность Так Денежки-то закончились Обслуживание интересно Железнодорога, что же надо обслуживать? В реальности надо? Я боюсь, что у меня будут некоторые проблемы с деньгами сейчас Причем По словам некоторые, я понимаю, очень большие И мне нужен здесь еще терминал разгрузочный Так А один терминал, интересно, может разгружать сразу и то, и другое? Вообще, наверное, по идее может А может быть и не может Так, станции Так, ну вообще он, в принципе, дотягивается Да, в принципе, станция дотягивается до того и для другого Но нужно очень много денег Которых, как бы, блин, столько нет Так, что там хотите сообщить-то мне? Предприятие испытывает проблемы с поставками Требует дерево в меньшем количестве Железную руду в меньшем количестве Очень высокий спрос Так, короче, это должно принести нам тонну Тонну денег просто должно нам принести Но перед тем, как это принесет нам тонну денег Это все надо сюда сначала привезти Так, надо сюда привезти Блин И для того, чтобы сюда вообще все привезти Мне еще вот сюда надо кольцо делать А здесь тоже поезда друг через друг проезжают, интересно Как в одной Любимой всеми нами игре Ну, остается только надеяться на то, что вот эти ребята прокачают Мне хоть чего-нибудь Так, у них как бы здесь все стабилизировано Если я сделаю больше машин Лучше мне от этого явно не будет Так, ну мы выходим там в какие-то плюсы Но плюсы не очень большие Мы, конечно, наверное Имеет смысл занять денег Возможно Так Для этого надо тогда поставить на паузу Иначе мы их сразу все потеряем Так, допустим, я хочу занять еще Будем занимать столько, сколько нам нужно Соответственно, для постройки железнодорожной вот этой части Так, здесь нам нужно жахнуть станцию И очень сильно надеяться то, что у нас эта станция до всего дотянется Здесь она уже не дотягивается Ну вот она все зеленее и зеленее Что это значит, интересно? И сменить тип А что такое тип? Какая разница? А, типа обычная железнодорожная станция грузовая, что ли? Вот это явно грузовая Так, мне нужна грузовая Так, повернуть я ее Ну вот так вот это максимум, что я могу сделать Вопрос только, куда потом дальше у меня рельс пойдет Поэтому по всей области Единственное, что я могу сделать Это что-то типа того Так, ну хорошо У меня вот здесь вот нормально все будет Так, вот здесь у меня будет все нормально Допустим, здесь мы вот эту хрень завернем И потом Только что-то она не подключается ни хрена Так, ладно Вот сюда мы в любом случае дотянем А вот здесь вот ее надо как-то 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 ее надо, блин, использовать Бля, как Эти соединения железнодорожного полотна Всегда очень сильно удручающие Так, как мне сделать стрелку здесь? Я вот хочу сделать здесь ответвление Так, почему-то я не могу его сделать А почему? Блин, ну явно же они должны соединяться друг с другом Почему нельзя строить-то? А, вот так вот можно Так, он соединил ее, нет? Ну, выглядит все так, как будто он ее соединил Так, ладно, хорошо Что у нас тут, соответственно Так, история бюджета Что-то понятно Что у нас тут вот здесь? Что у нас вообще здесь есть? Так, Чкаловск, Южная Или здесь еще что-то достраивать надо? Сигналы еще можно, блин Электрификация И следуйте железной дороги еще одни Хорошо, это мы исследуем потом Бин, депо я построил Так, станцию я как бы построил Этого будет достаточно для того, чтобы вот эти ребята все это забирали отсюда? Непонятно Ладно, давайте попробуем Иначе будут сейчас проблемы Так, мне нужен Ёптать Так, мощность Пятьсот Мощность четыреста Ёла, не стоит денег Так охренеть можно Так, и таскают паровозы с собой Все что угодно Так, мне нужен хотя бы один паровоз Для этого мне нужно еще Назанимать денег До хрена Так, денег мне, кстати говоря Больше давать не хотят Печально Потому что мне денег не хотят давать Это очень плохо Потому что Да Мне нужно как минимум Пять, две Мне нужно шесть миллионов С половиной Для того, чтобы хоть что-нибудь Куда-нибудь захреначить Так, ну ладно Очень сильно будем надеяться Что сейчас мои ребята заработают Что-то Так, нам нужно сначала Ну нет, нам надо сразу шесть Иначе мы будем платить за обслуживание этого поезда А есть он никуда не будет Поэтому Это неразумно Так, ребята Давайте Нам, короче, надо с вами Насобирать шесть мультов Как хотите Так, пять, двести Почти насобирали У нас есть почти на паровоз Ну вообще Учитывая то, сколько я выплачиваю Видимо всяких кредитов Это Такое себе Не люблю Все эти экономические Начальные штуки Когда у тебя нихрена нет А тебе надо сразу Что-нибудь куда-нибудь Отвезти за 3-9 земель Не, ну мы потихонечку Идем вверх Ладно Я очень надеюсь Что мы запустим лес И уже нам станет полегче После этого Потому что на одном угле Конечно Далеко не уедешь Хотя нам там сообщали Что лесу Теперь нужно меньше Поэтому Тоже не факт Что все получится Хорошо И как прицепить Интересно Вагон К этому Ладно, сейчас узнаем Сейчас мы Пусть купим Электровоз Купим в этот самый И тогда Посмотрим Как это работает Так Пять миллионов Девятьсот тысяч рублей Так Шесть миллионов Так Шесть 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 А нам нужно Примерно Шесть триста Шесть сто Надо так С запасиком Чтобы Чтобы не на последние деньги По крайней мере Это происходило Будет очень хорошо Так Ну-ка Ну давай 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 Что-то я начал Просаживаться Так Шесть Двести Ну давайте Чуть-чуть Мне дозаработайте Ребята Пожалуйста Так Может мне хватит Так Шесть миллионов Двести тысяч Рублей Так Сколько стоит поезд Что-то паровоз По-моему Подорожал Только что Блин Все подорожало Ну какого хрена Блин Пять Триста И девятьсот Пятьдесят Мне не хватит Вот черт Что так тоже может быть Да В этой игре Интересно Интересно Так Во 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 Пошла жара Так Останавливаемся Так Ш Так Сколько он там Еще подорожал Нет Пять триста У нас шесть триста Короче Нам должно хватить Так Берем паровоз Ну Хотя бы такой Для начала Так Которому мы зацепим И же потом Надеюсь Можно будет Отредактировать Которому Мы зацепим Лесовоз Да Которому мы Так Зацепим Лесовоз Покупается Он сразу Так Вот мы купили Поезд Так Этого поезда Так Не задан Маршрут Так Загружаться Ты будешь У нас Вот здесь Так Разгружаться Ты будешь У нас Вот здесь И очень сильно Надеюсь Что Это заработает Так Чух Чух Поезд Так Снимаем с паузы И смотрим Так Где он там Есть у нас Так Ну вроде как Прям Этот самый Того Загрузился И вроде как Прям даже поехал Вроде как С лесом Так Ну хорошо Воу 183 рубля Сразу Отлично Теперь надо Только сделать так Чтоб к нему Было прицеплено Побольше Разнообразных Вагонов Еще сделать Ответвление Для того Чтоб мы могли Еще железную Руду туда Пихать Так Ладно Сначала Допустим С деревяхами А могу я Как-то Так Состав Мне наверное Для того Чтобы присобачить Еще один Вагон Надо наверное Отправить его В депо Я так думаю Предприятие На грани Банкротств Необходимо Доставить Дерево В Чекаловск Я доставляю Блин Тут еще Предприятия Могут Банкротиться Так У нас Проблемы Так Железная Руда Нужна Срочно Вот дерьмо Так То есть Если он Обанкротится То я так понимаю Что из-за меня Так Тогда Мне надо Блин Мне надо Прихреначить Еще Одну Штуку Блин Откуда Отсюда Видимо Так Здесь у нас Будет одна Полоса От нее Будет идти Ответвление Так Здесь Вроде как Ровно 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 То есть Можно в принципе Ровно сюда Дотянуть Так Ладно Поскольку Рельсы Не требуют Обслуживания Мы тогда По идее Можем Сделать Вот так Это На будущее Раз Здесь Есть Семафоры Это Означает Только Одно Что Здесь Поезда Не Проходят Друг Через Друга Так Надо Только Как То Теперь Все Нормально Раз Они Друг Через Друг Не Проходят Значит Нам Надо Будет Делать Разнообразные Развязки Поэтому Развязку Выгоднее Все Надо Делать Вот Так Здесь Рано Надо Делать Мост За 600 Этих Я Не Успею Туда А Кредит Мне Наверное Не Дадут Да Кредит Мне Дадут Максимальный Заем У меня 37 Мультов То Возможно Мы Сейчас Решимся Предприятие И Соответственно На Железную Руду Надо Будет Потом Доставлять Куда Другое Место Возможно Имело Смысл Тогда Деньги Потратить Не на Этот Самый А на Лесовоз Но Я Все Так Очень Хочу Попробовать Спасти Это Предприятие Если Получится Тогда Будет Отлично Для Это Надо Заработать Денег В Как Мы Справимся С Деньги 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 Продолжение следует...